Анна Борисовна, женщина в погонах часто ассоциируется со строгостью, требовательным отношением к окружающим. Вы знаете, солдат в юбке, извините. Я хочу сказать, что это ошибочное мнение по поводу того, что женщина в погонах, она очень строгая. Женщина в погонах, она обычный человек. Анна Романова делится. У нее прекрасный муж, надежный, со стержнем в характере. Одним словом, настоящая опора. Многие женщины рядом с таким мужем предпочитают не строить слишком амбициозных планов, например, в плане карьеры. Мол, это прерогатива мужчины. Но эта история точно не про Анну Романову. Она как раз привыкла рассуждать и поступать совсем по-другому. Должна быть цель какая-то. Ты постепенно следуешь к этой цели. Единственное, что я могу сказать, что все сразу не бывает. Все сразу, как очень многие хотят. То есть для того, чтобы чего-то достичь, это надо очень долго к этому идти. Надо работать, надо стараться и надо стремиться. Самоорганизованность, наверное, я бы еще сказала, очень важна. Ну, конечно, какая-то доля везения должна быть обязательно. Анна Романова со школьных лет привыкла работать на все 100%. Окончила 56-ю Гомельскую школу, выпускники первого экспериментального класса которой поступали в Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины без экзаменов. Успешно окончила математический факультет. Получила второе высшее образование по специальности экономист-менеджер. Работать Анна Романова начинала учителем математики в Гомельском областном лицее. Но так сложились обстоятельства, что спустя год она попала на работу в Гомельскую таможню, где трудится вот уже 20 лет. Анна Борисовна, благодаря чему вы состоялись в профессии? В первую очередь я состоялась в своей профессии благодаря своим родителям. Потому что они помогли мне получить очень хорошее образование. На второе бы я поставила то, что на всем моем профессиональном пути встречались очень хорошие люди. И очень большие профессионалы, которые научили меня, направили и помогли осознать вообще, что это такое таможня. Сегодня Анна Романова – наставник для молодых работников таможни. Активно участвует в общественной жизни коллектива. Является призером республиканского конкурса профессионального мастерства. Неоднократно поощрялась начальником таможни и председателем Государственного таможенного комитета Республики Беларусь. Ей было присвоено очередное персональное звание на ступень выше соответствующего занимаемой должности. И теперь она – советник таможенной службы третьего ранга. Награждена нагрудными знаками Государственного таможенного комитета Республики Беларусь за отличие первой и второй степени. Указом президента Республики Беларусь награждена медалью за безупречную службу третьей степени. Вы счастлива, Анна Борисовна? Да, я счастлива. У меня очень хороший муж, у меня отличный сын. То есть все. У меня хорошая работа, в которой я состоялась. Поэтому на сегодняшний день, наверное, самое, о чем можно мечтать. Светлана Князева, Сергей Лукашук. Новости недели.